Ребятушки, мои привет! Короче, мы в поезде опять. И самое интересное, что мы опять в этом поезде, который нас довезет до Кивасу. Только сегодня мы доедем до Торино, ребятушки. Потому что я вам обещала, что я вас в Васте отвезу. Все, сегодня едем в Васте. Вот, и самый нормальный, такой самый близкий путь, чтобы доехать в Васте, это... Ехать до Торино, посадите, не нужно уехать до Торино. Вот, там брать трубы. Так, не начинаете. В общем, ждем сегодня. Я обязательно, это уже какой сегодня? Восьмой, наверное, или девятый раз я еду по этой дороге. И хочу вам заснять обязательно в этот переезд через реку. Короче, около Навары. Вот, и сегодня я посмотрю, все-таки, где были эти каналы, которые я ошиблась, и я все-таки туда вас ввожу. Вот, в общем, я, конечно, очень переживала, что я не работала в этой пике ненормально. Ну, в нормальной места вас ничего не возила. Вот, сейчас у меня много... Когда я, конечно, не езжу, там, активно не делаю, там, вылазки, у меня всякие разные появляются идеи, и занимаюсь людьми делами. Если вы видели, что я вчера сделала первый плейлист, там, где я была в горах, на галерее, сейчас я постепенно сделаю... практически все видеолисты, у меня получится много таких, потому что я уже до тебя путешествий делала. Вот, ну, в общем, короче, я рада, что я сижу в поезде. Ну, это видео, конечно, с короткой получится, но это для ребят, которые, в общем, труп потеряли меня, знаете. Ничего такого особенного я не собираюсь сказать, потому что, знаете, утром... Я вообще должна была участвовать раньше поехать, вот. Поэтому, ну, я и так поехала, сейчас я уеду в 9-15. Так, и чтобы в 9-15 ехать, девушки, я встала в 7 утра, вот. Поэтому... Вот так доехать далеко, да, посмотрите. Поэтому... Ну, что я хочу сказать, что через некоторое время увидимся. Я сейчас это видео поставлю. Потом на это... Все-таки я все обещаю с гербами, но никак не приступлю. Ну, потому что оказалось, что у тебя не компьютеры, и я там, блин, решила все-таки сначала навести порядок и сделать плейлисты, чтобы можно было все-таки... Ну, как бы не... Потому что мне многие там... Не многие, но некоторые там... Боже, в других каналах начали просить видео. Это, конечно, очень долго искать. Там, например, даже вот... Даже найти уже горы. Уже нужно пришерстить, извините меня. Вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, да? Вот, я не думаю, что у меня столько много видео. В общем, короче, я... Все-таки опять вот... Постепенно... Сейчас я новый герб подкину, да? Или я сделаю, знаете, как подборку гербов. Вот. Значит, сделаю первые гербы, значит, от Ро. Первый... Потому что первый герб, странный, вот, мы нашли Ро, да? От Ро, по нашей линии до Семпиона, я сделаю... Получается... 7 или 8 гербов, я поставлю вот такие, которые не по одной и первой полеже с дороги проходят. Это Ро, Робьяно, Блияне, Сестерситсио, Сомма Ломбарда, Сестоколейнде, вот это вот, вот это вот, да? Вот. А если я там, потому что там какие-то гербы, уже начинаются с квадратными арками, это очень важно для нас, ну, в всяком случае, кому это интересно, мы, мы кто занимаемся этим, мы увидели, потому что мы увидели, что вот этих гербах арки, вот, и поэтому есть предолговатые арки полукруглые, а есть квадратные. И я уже в нескольких городах заметила, вот я начну обобщать еще те, которые с квадратными арками, а вот, по-моему, вот как раз, кстати, вот Домодосолы, у них там уже квадратные арки, вот, и Семпиона у самого уже, ребятушки, что нас ждет? Это вообще, вот помните поезд, да? Вот это вот, Бернина, экспресс, да, красненький? Теперь я нашла еще один экспресс, который идет Домодосола, Локарну, он тоже такой же, знаете, вот типа такого, там на высоте, там, короче, фиг знает какой, да, на этих мостах арочных, и даже есть арочный мост 1530 какого-то года, как они говорят, в сайте, да, как на высоте, на высоте, по-моему, что-то, 180 метров, ну, это от того, как он, как сказать, то есть вообще само там уже, извините меня, ну, в смысле, от того, как вот, плоскость, да, ребятушки, я, и самое интересное, что мне вчера выпало, это, Google мне послал, что это, как бы, советуют именно осенью, то есть, ребятушки, я вам подарю, потому что, никак, видите, пока не получается съездить ни в Готарский туннель, ни в Черн, но, до зимы, может быть, я еще успею, потому что там очень долго добираться, но вот это путешествие с Домодоса, тем более, он именно, этот поезд проезжает, именно, по нашему туннелю, Трофора Ди Семпионы, вот, я снова вернусь к этой теме, но я пока не трогаю эту тему, потому что, ну, многие не понимают вообще, как бы, не понимают этого, я пока как бы не трогаю эту тему особо, потому что иначе у меня останутся только мои, только мои любимые ребятушки, вот, но ближе, ближе, опять, как только я ближе вернусь к Домодосуле, я трону эту тему, снова затрону, да, вот, и еще отдельно мы съездим Бриго, вот, Бриго, это как раз именно тот город, с которым соединяется вот этот вот туннель, Семпионы, которые я вот для меня самые важные, ну, сейчас не буду рассказывать, кому интересно, кто не знает, спросите, а мои ребятушки-то знают, вот, то есть, и там в Бриго, я просто офигела, что какие есть объекты, в нашем интересе, поэтому швейцария все равно меня манит, поэтому ребятушки придется сделать этот тампончик, вот, и потому что швейцария не пускают без этого, и все, я туда съезжу, потому что вы знаете, что я, мне нравится, конечно, все время делать видео, но мне нравится вас все равно удивлять, вот, поэтому я хочу, чтобы вам было со мной здорово, чтобы я вам не из пустого с порожью не переливала, потому что тогда рассказиками, а показывала вам офигительные вещи, вот, чем больше я показываю офигительных вещей, тем я счастливее, понимаешься, и тем я у меня самолучше, в общем, ребятушки у нас планов, дофига, главное, чтобы там минус 20 не было, но я думаю, ну, там, в Швейцарии можно, вчера там, в Доломитах, где я была, ребятушки, в галереях, там первый раз вчера снег выпал, так вот, поэтому, не зря это восходило, ну, в общем, едем в Асти, я сама там никогда не была, вот просто, 23 года в Италии не была никогда в Асти, но я по картинкам там и видела, вообще, просто, все в нашем стиле, в общем, поедем и посмотрим, и сегодня обязательно, 9 раз проезжаю по этой, значит, по этой дороге, я обязательно сегодня сниму, вот это вот, то, что я, как раз снимаю, линии мы уже увидели, и теперь я вам покажу реку сегодня, так как это, она очень неожиданно появляется, поэтому я буду сидеть вот так вот, с этой штукой, и ловить момент, ребятушки, я вас очень люблю, особенно моих ребятушек, которые со мной с самого начала, пока-пока.